Продолжение следует... Все это уложите в чемодан или рюкзак. При внезапном наводнении не паникуйте и не теряйте самообладание. Поднимитесь на верхние этажи здания или на крышу. По прибытии спасателей на лодках никогда не отказывайтесь от эвакуации. Вы не владеете всей информацией и не знаете, насколько серьезна угроза и как высоко может подняться вода. Запомните, самостоятельно из затопленного района можно выбираться лишь в совершенно безвыходных ситуациях, когда надежды на спасателей нет или вы точно знаете, что помощь прибыть к вам не успеет. Во всех других случаях следует ждать помощи, оставаясь на месте. Если вы все же оказались окружены водой, нужно срочно выходить на возвышенное место. А если в лесу, то забраться на прочное и высокое дерево. Если вы все же оказались в воде, то плывите к ближайшему незатопленному участку не против течения, а под углом к нему. Остерегайтесь порванных и провисших проводов. Очень часто люди во время паводков и наводнений гибнут от электричества, а не от воды. И еще нельзя использовать воду без специальной обработки. Лучше всего заранее сделать ее запас и пользоваться им. После спада воды в любые помещения следует заходить крайне осторожно. Подмоченные строительные конструкции в любой момент могут рухнуть. Зайдя в дом, прежде всего займитесь его просушиванием. Открывайте все окна и двери. Не включайте свет и любые другие электроприборы до полной проверки исправности электросети. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok